Привет! Сегодня расскажу, сколько стоит содержать змею дома. Рассказывать буду на примере моисового полоза, его зовут Мартин. Скажу сразу, змеи питаются мышами, поэтому сегодня покормим Мартина, но это будет в конце. Ну, начнем. Пункт первый. Террариум. Для того, чтобы начать содержать змею, первое, что нужно сделать, это позаботиться о месте, где будет жить змея. В данном случае это террариум. Для моисового полоза рекомендую террариум от 60 сантиметров в длину, то есть минимальный объем 60-40 на 40. Из критериев выбора террариума нужно обратить внимание на вентиляцию. Воздух должен заходить снизу и выходить сверху. Террариумы могут быть сделаны где-то на заводе, либо их может изготовить мастер. В принципе, это ни на что не влияет. Единственное, что у заводских террариумов есть всякие плюшки в виде замка, который защелкивается, например, либо какой-то съемной сетки. Поэтому, если ты хочешь чуть сэкономить, то я бы обратил внимание на кастомные террариумы, которые ты можешь заказать у мастера. Во-первых, это дешевле. Ну, а во-вторых, если у тебя есть ниша под террариум каких-то необычных размеров, ну, например, 64 сантиметра, то можно с мастером договориться, и он сделает террариум нужного размера для тебя. Разберемся с ценой за террариум. Террариум вообще это основная трата при содержании рептилий. Фирменный террариум, как образец я взял фирму Экзотера, размером 60-45 на 30, будет стоить примерно 13 тысяч рублей. Может быть, где-то дешевле. Ну, а если мы будем заказывать у мастера из стекла кастомный террариум, то он нам обойдется примерно в 4,5-5 тысяч рублей. Второй пункт – это обогрев. Змею можно обогреть двумя способами. Это либо термоковрик или термошнур, неважно. Либо лампа накаливания обычная, которая будет греть сверху и нагревать змею. Конкретно у маисового полоза в точке прогрева должно быть примерно 30 градусов. Для рептилий очень важна точка прогрева, и это то, чем нельзя пренебречь. Поскольку рептилии хладнокровные, температура их тела зависит от окружающей среды. А переварить пищу они смогут только если хорошо прогреют свое пузо. Средняя стоимость греющего коврика получается примерно 1200 рублей. Конечно, все зависит от размера этого коврика. Но я рассмотрел стандартный средний размер с терморегулятором, чтобы ты мог регулировать температуру нагрева. То, что касается ламп накаливания, тут все очень просто. Светильник будет стоить примерно 400-500 рублей. Ну и сама лампа накаливания, которую нужно будет со временем менять. Я использую зеркальные, так как у них более сконцентрированный луч и проще регулировать температуру. Следующим пунктом будет являться грунт. Тут важно понимать, какая у тебя змея. Любит ли она влажность или нет. Если змея любит влажность, то грунт должен впитывать в себя влагу и ее удерживать. Идеальным вариантом может быть кора дерева. Она достаточно безопасна, так как змея не сможет ее заглотить при охоте. А также хорошо удерживают влагу. Я решил рассмотреть кору лиственницы. И получается, что полтора литра такого грунта стоит 250 рублей. На террариум 60-40 на 40 я бы брал 4 пакета. В реальности нужно 3, но один нужен для того, чтобы подменять грунт, который уже испачкался или пришел в негодность. Такого грунта тебе должно хватить на 4-6 месяцев содержания змеи. Давай уточню, что я все-таки рассматриваю стоимость содержания взрослой змеи. Так как, например, мелкого маисового полоза вообще лучше держать на салфетках. После того, как ты купил террариум, насыпал наполнитель и выстроил правильную точку прогрева, которая стабильно держится, тебе останется купить укрытие и поилку. Поилка должна быть такой, чтобы змея могла практически полностью в нее поместиться. Но нужно понимать, что Мартин сейчас кажется вот такой вот большой и суровой змеей. А по факту он может сложиться в очень маленький комочек. Поэтому по мере роста змеи поилку и укрытие можно увеличивать. Тут на самом деле ситуация интересная. Потому что, например, поилку ты можешь сделать из любого пластикового контейнера. То же самое касается и укрытий. Поэтому я сделаю следующий разброс. Минимальный будет примерно 300 рублей, ну а максимальный 2000 рублей. Хотя я встречал только укрытие, которое стоит 4000 рублей. Но если мы говорим о эстетике или визуальной составляющей, тут предела для цены нет. После того, как твой террариум заставлен, важно позаботиться о безопасности змеи. А именно купить термометр и гигрометр, чтобы ты был всегда в курсе, какая температура в точке прогрева и какой процент влажности в террариуме. Пинцет, термометр, гигрометр, что-то еще. И пульверизатор. Он нужен для того, чтобы поддерживать влажность в террариуме. Обойдутся тебе от 800 рублей, если постараться и поискать. И до 2000, если покупать в фирменном магазине. Скажу сразу, что я думаю про фирменные магазины. Там очень дорого. Но ты платишь в основном за удобство, а не за продукт. Поэтому, если ты не хочешь снижать качество товаров, которые ты покупаешь, но при этом хочешь сэкономить, то я порекомендую смотреть в разных местах. Где-то можно купить, например, пинцет дешевле, а где-то заказать террариум. В таком случае тебе придется больше думать о доставке, о том, когда и куда поехать, чтобы это купить. Но ты сэкономишь значительную сумму денег. После того, как в твоем террариуме появился наполнитель, поилка, укрытие, есть точка прогрева с правильной температурой, которой ты смотришь через термометр, можно запускать своего питомца. Но знай, маленькие змеи очень пугливы. И для них может стать большим стрессом большой объем террариума. Поэтому для маленьких змей покупают какие-то пластиковые объемы. Это может быть либо контейнер из Икеи, но там нужно сделать правильную вентиляцию, либо фирменные пластиковые садки. И содержат временно этих змей там. Также обязательно прочитай точные правила содержания конкретного вида, которого ты хочешь содержать. Если ты новичок, то я рекомендую начать с моего полоза. Потому что некоторым змеям, например, нужна ультрафиолетовая лампа. И у них есть потребность в солнце. Большинство змей питаются мышами, поэтому подумай, как ты решишь этот вопрос. По сути, у тебя два варианта. Либо ты содержишь живых мышей, они живут у тебя дома, размножаются, и ты за ними следишь. Либо ты покупаешь заморозку, но обрати внимание, что не каждая змея будет есть замороженных мышей. К этому нужно приучать. В моем случае у меня в морозилке всегда найдется пару-тройка мышей. Если говорить конкретно о моисовом полозе, то взрослая особь питается раз в неделю. Стоимость одной замороженной мышки колеблется от 100 до 120 рублей. Следовательно, примерно в месяц ты будешь тратить на корм 500 рублей. Согласись, это намного дешевле, чем кормить кота. Ну что, подведем итоги. Если покупать фирменный террариум, фирменную поилку, укрытие и не заморачиваться в плане экономии, то у меня получилось 19 700. Округляем, получаем 20 000 рублей. Почему ты мне мешаешь снимать? 20 000 рублей это та сумма, которую ты потратишь за первый месяц содержания моисового полоза. Ну а если ты решил все-таки сэкономить, заказать кастомный террариум, поискать где-то подешевле пинцеты, пульверизаторы и так далее, то у меня получилось 8 800. Как видишь, разница значительная. Но это уже твой выбор. Экономить свое время или деньги. Идем кормить Мартина. Открываем морозилку, достаем мышку и кидаем ее размораживаться. Обычно я стараюсь кормить Мартина вне террариума на этой крышке. Берем мышь и пытаемся выменить змея. Но в этот раз Мартин был хитрее, и он просто ее утащил. Обычно змеи начинают с головы, но в этот раз Мартин начал с другой стороны. Тут ты можешь увидеть, как тяжело ему дается эта мышь, но все же он ее заглотил. Кстати, отлично видно, как растягивается кожа змей, для того, чтобы они могли заглатывать крупную добычу. Думаю, что сытый и довольный Мартин может теперь ползти и греть свое пузо. Ну а я опрыскал террариум и налил ему водички. Надеюсь, видео было полезным. Ставь лайк, подписывайся, пиши в комментариях, что бы ты хотел еще узнать. Спасибо, что досмотрел. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok